118 лет со дня рождения великого поэта Мусы Джалиля. Студентка КФУ разработала чат-бот. Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. 13 февраля в Казанском федеральном университете стартовало открытие программы по повышению квалификации государственных, гражданских и муниципальных служащих Республики Татарстан. Сейчас российско-китайские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Образование, экономика и другие сферы связывают Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию. Поэтому важно не только развивать сотрудничество, но и погружаться в культуру стран, обмениваясь опытом и традициями. Тема стартовавшей программы – современные языковые коммуникации «Китайский язык». В течение шести недель с 13 февраля по 21 марта для служащих будут организованы занятия по развитию грамматических навыков, навыков аудирования и разговоров. По итогам прохождения программы будет проведена итоговая аттестация участников и вручены документы установленного образца. 15 февраля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошла стратегическая сессия Комиссии по качеству образования при правкоме студентов КФУ. Ключевой аудиторией стали старосты и профорги институтов. На встрече обсудили важные вопросы, касающиеся качества образования в ВУЗе. Студенты поделились своим мнением об уровне преподавания, качестве учебных программ, а также о недостатках и проблемах, с которыми могут столкнуться обучающиеся в процессе. Происходит стратегическая сессия, направленная на улучшение качества образования. В ней принимают участие как эксперты, так и старосты академических групп, которые как раз-таки внедряют и объясняют, что уже не хватает для самого классного качественного образования ребят и высказывают мнение всех студентов групп. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что оно будет способствовать развитию как раз-таки образовательного процесса, и мы сможем таким образом добиться новых открытий и внедрений, в качество образования нашей республики и университета. Вообще важно проводить такие образовательные сессии, на мой взгляд, потому что выстраивается общая картина взаимодействия между студентами и преподавателями. И на самом деле это реально важно, потому что так хотя бы приходится ключ к пониманию, ключ к тому, как дальше взаимодействовать, потому что же образование – это ведь не только про получение знаний, а в целом еще про построение коммуникации. В Москве стартовало заседание Совета по грантам на оказание государственной поддержки и создание и развитие передовых инженерных школ под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Представители Казанского федерального университета во главе с ректором Ленаром Сафиным приняли участие в заседании Совета по грантам на оказание государственной поддержки, создание и развитие передовых инженерных школ. Команду КФУ также представляли проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин, директор ПИШ-Киберавтотех Гузель Капитонова и научный руководитель школы директор Набережно-Челнинского института КФУ Георгий Катиев. Со стороны Республики Татарстан и ключевого индустриального партнера проекта выступили президент Академии наук Республики Татарстан Ревкат Миниханов и директор по развитию ПАО КАМАЗ Эрик Гумеров. Вел заседание министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Члены совета послушали доклад Казанского университета о проделанной работе за 2023 год. По итогам оценки показателей эффективности вузу будет определен грант на 2024 год. 15 февраля отмечается 118 лет со дня рождения татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля. Даже в самые тяжелые моменты он находил силу на творчество и стихи. В этот памятный день в Казанском федеральном университете по традиции прошла церемония возложения цветов к памятнику великого поэта. Подробнее обо всем узнаете в следующем сюжете. Казанского университета когда помнили и помнят о великом поэте-герое. В 20-х годах прошлого века он учился на рабочем факультете, призванном подготовить татарскую учащуюся молодежь к поступлению в вузы Советской России. Учеба и тесное общение с ровесниками оказали большое влияние на развитие юноши. Позднее Муса с теплотой вспоминал эти дни, рассказывая, что раб-фаг привел к повороту в его творчестве. После поступления он стал писать стихи совсем иного характера. Мне кажется, что любой житель города Казани, республики Татарстан, может очень много рассказать о Муса Джалиле. Если кто-то не в состоянии, может быть, прочитать строчки Муса Джалиле на родном языке, либо на своем собственном языке, но о судьбе патриота и гражданина, я думаю, знает каждый житель Татарстана. И мне на самом деле хотелось бы, чтобы об этой судьбе и о литературном наследии Муса Джалиле знали, как я уже говорила, не только в Казани, не только в Татарстане, и в России в том числе, но и далеко за ее пределами. Творчество Муса Джалиле развивалось еще с детства. Свои первые стихи поэт начал писать, когда ему было всего 10 лет. Но до наших дней сохранилось лишь одно раннее стихотворение под названием «Счастье». Примечательно и то, что поэт писал свои произведения не на русском, а на татарском языке. Несмотря на то, что с его творчеством могли ознакомиться только носители татарского языка, он достаточно быстро набрал большую популярность, поэтому его стихи были переведены на множество языков мира. В честь поэта даже был назван один населенный пункт – небольшой поселок в Татарстане. Также его имя носит улицы во множестве городов России и других стран бывшего Советского Союза. Сегодня мы отмечаем 118-летие со дня рождения известного татарского поэта, общественного деятеля Мусы Джалиля. Несмотря на то, что он прожил немного лет, его жизнь трагически оборвалась 38 лет, он оставил очень серьезный след в творчестве, очень серьезный след оставил в литературе. И мне очень приятно, я горжусь тем, что произведения Мусы Джалиля сегодня изучают не только в Казани, в Татарстане, но и далеко за пределами нашей страны. Стоит сказать еще об одном важном этапе жизни Мусы Джалиля – о военном времени. Он был настоящим патриотом. Когда командованию стало известно о том, что он известный поэт и бывший председатель Союза писателей, его хотели демобилизовать и отправить в тыл. Но он настоял на своем и уже в 1942 году оказался в строю. Во время Великой Отечественной войны Мусы Джалил был ранен и взят в плен. Позднее он вступил в добровольческий легион, сформированный немецким командованием из военнопленных, для виду согласившись сотрудничать с противниками, чтобы по мере возможности устраивать побеги военнопленных. Благодаря подпольному обществу по спасению соотечественников, многим пленным красноармейцам действительно удалось сбежать. Но продолжалось это недолго. Уже в 1943 году схему раскрыли. Тогда поэт вместе с другими его участниками был брошен в тюрьму и впоследствии казнен. Его произведения переведены на 56 языков. В татарской литературе нет ни одного писателя, чьи произведения переводилось бы на столько языков. Это говорит о том, что его произведения востребованы, они бессмертны. И нам очень приятно, что молодежь также интересуется творчеством, биографией Мусы Джалиля. И мы надеемся на то, что и последующие годы, и подобные мероприятия, они будут проходить и в нашем университете, и за пределами вуза. Этот год особый. В этом году мы отмечаем 80 лет, как с того времени, когда трагически оборвалась жизнь Мусы Джалиля и его соратников. Это будет проходить, эти мероприятия будут проходить уже в августе. Мы тоже наметили свой план мероприятий. В концлагере Мусы Джалиля успел написать цикл стихотворений, который позже его сокамерник передал в Россию. Эти стихотворения составили сборник «Моабитская тетрадь», за который в 1957 году поэта посмертно наградили Ленинской премией. Даже в такие опасные времена поэт не забывал о творчестве. Он писал от себя, душой. Возможно, именно поэтому его творчество нашло отклик во многих сердцах, и по сей день его стихи слышны по всему миру. Карина Саяхова, Кристина Отсёкина, Николай Осуховский. Универ Новости. Студентка четвертого курса Института международных отношений Казанского федерального университета Татьяна Иванова разработала КФУ StudentsBot. Телеграм-бот, по словам Татьяны, создан, чтобы оказывать помощь студентам и преподавателям. О том, как он поможет в обучении и саморазвитии, узнаете далее. Студенческий чат-бот для Казанского университета был создан прежде всего для оказания всесторонней поддержки студенческому и преподавательскому сообществам. Проект может выполнять и реализовывать задачи самой разной направленности. Не важно, чем бы хотел заняться студент, чат-бот в равной степени поможет при решении учебных задач для углубленного ознакомления с материалом при подготовке к сессии. Помимо этого, бот может говорить на разных языках и поможет как подтянуть любой иностранный язык на высокий уровень, так и начать изучать совершенно новый язык, с которым раньше не встречались. Преподавателям же чат-бот может быть полезен для подбора необходимой литературы и источников, поиска журналов и конференций, а также для генерации и развития авторских идей и решений, которые могут пойти во благо развития науки и университета в целом. Стоит сразу упомянуть, что данный чат-бот создавался не только в рамках студенческого, но и преподавательского сообщества. Но, разумеется, для студенческого сообщества он открывает многогранные перспективы. Благодаря нему можно найти любую информацию, которая нас интересует, которая поможет нам как и по учебе, так и вне учебной деятельности. Например, мы можем спросить, какие мероприятия будут проводиться на этой неделе в Казани или в других городах. Также, помимо этого, он помогает нам создавать документы или же, наоборот, переводить документы и анализировать их. Анализировать любую информацию, которая нам нужна, чтобы пригодиться в научной деятельности и для создания проектов. Основная идея создания данного чат-бота заключалась в реализации такого механизма, который мог бы стать связующим звеном человека и науки. В контексте увеличения производительности, разгрузки преподавателей и студентов от рутинных вопросов и задач, а также возможности углубиться в интересующую область еще больше и изучить что-то новое. Задачи, с которыми может помочь чат-бот максимально разнообразны. Создание, редактирование и чтение различных форматов документов, поиск изображений и видео, работа с календарем и планирование событий для улучшения работоспособности и удобства, а также анализ введенных данных. Немаловажную роль данный чат-бот играет и для преподавательской, в принципе, научной деятельности сообщества в КФУ в целом. Потому что, во-первых, он может спокойно автоматизировать административные задачи, например, тедлайдинг, и четко напоминать в нужные сроки. Также находить любую нужную информацию, очень сжатые сроки из любых источников, что также очень хорошо может помочь при каких-то исследованиях или проектах. Также может анализировать какие-то, например, исторические документы и потом писать выводы. Помимо этого, может подготавливать дополнительный материал для занятий и уже подавать это в интерактивном виде, что тоже, мне кажется, очень будет полезно в век информационных технологий. Сама студентка отметила, что общаться с Телеграм-ботом можно не только на русском, но и на сотне других языков, в том числе на древнегреческом и латыни. Этот бот можно добавить в общий чат и задавать ему вопросы. Подобные функции являются отличным дополнением к комплексной учебной программе и станут помощником в успешном самообразовании. Елизавета Газизянова, Универ Новости. В Казанском федеральном университете 10 и 11 февраля состоялись заключительные этапы Олимпиады школьников. Олимпиаду по физике писали 140 человек, по математике 230. Основной целью проведения подобного рода мероприятий является выявление наиболее способных и одаренных школьников, усиление профориентационной работы с ними и привлечение старшеклассников к обучению в КФУ. Олимпиада физтех по физике и математике имеет первый уровень, согласно перечню Олимпиад школьников Миноборнауки РФ. Таким образом, победители и призеры заключительного этапа становятся обладателями льгот при поступлении. Помимо этого, дипломанты Олимпиады физтех могут получить до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения в ряде вузов России, согласно их правилам приема. 22 февраля на базе культурно-спортивного комплекса «Уникс» пройдет бесплатный образовательный интенсив по основам медиа, пиар и блогинга. Принять участие в программе смогут школьники общеобразовательных учреждений, студенты средних, специальных и высших учебных заведений Казани и Татарстана. В ходе мероприятия планируются лекции, мастер-классы, воркшопы, практико-ориентированные занятия по медиа, пиар, связям с общественностью, медиа-менеджменту, маркетингу и блогингу. Участников ждут выступления пиар-менеджера Аделиза Млуддинова, шеф-редактора журнала «Идель» Динара Зинатова и казанского инфлюенсера Аделины Смайл, пиар-директора продюсерского центра «Шоумейкерс» Евгении Потехиной. Также участники смогут применить свои навыки и создать проекты в микроредакции. Данный проект имеет общественно важное значение. Студенты и школьники смогут обменяться опытом, идеями и реализовать себя в медиа-сфере. Формат медиа-интенсива уникален. Участники смогут полностью погрузиться в профессию, а также в рамках интенсива использовать полученные навыки на практике. Участников ждет мерч и кофе-брейк. Подробные информации о заполнении заявки на официальном сайте Казанского федерального университета. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok